Профессия с бывшейся мечты. Шить Раяна Салахова начала еще в детстве. Перешивала одежду под собственный вкус, меняла фасон, добавляла изюминки. Шить для себя одно, совсем другое, нести красоту другим. За плечами онлайн-курсы, но чтобы поставить любимое дело на поток, этого оказалось недостаточно. Через портал работы России выбрала подходящую специальность и бесплатно выучилась на закройщицу. Собственное дело стартовало уже в декабре. Так как я и сама люблю стильно одеваться, красиво, у меня, наверное, уже идеи в голове сразу появляются. Я зарисовки делаю, эскизы сама я рисую. И я вот вижу в голове, допустим, я сижу, что-то шью или что-то делаю там по дому. Блин, вот, наверное, можно вот такое там шить, что-то добавить. Классная идея будет. По словам Раяны, возможные трудности ее совершенно не пугают. Спрос есть, идей хоть отбавляй. Остальное преодолимо. Главное – сделать первый шаг. И это вовсе не сложно, как может показаться. Нужно зайти на портал «Работа в России», перейти в раздел «Пройдите обучение в рамках федерального проекта содействия занятости». Нажать на кнопку «Записаться на обучение». Здесь выйдет перечень образовательных программ. Выбираем Ульяновскую область и свою категорию. В данном случае, например, безработные. Из перечня направлений выбрать подходящие, подать заявку через портал госуслуги, заполнить анкету и отправить данные, которые получит конкретный филиал кадрового центра. Далее специалисты уже связываются с гражданином и приглашают его в кадровый центр для прохождения профессиональной ориентации. Подать заявку, на самом деле, очень легко. Все подписано, есть даже инструкция на самом портале. На сегодняшний день в перечне сотня специальностей. По итогам прошлого года наибольшей популярностью пользовалось обучение бизнесу. Также есть рабочие профессии, IT и другие востребованные сегодня на рынке. Список продолжит пополняться в текущем году. Достаточно высокий процент трудоустройства. Это у нас показывают последние два года. Если в прошлом году у нас больше 75 процентов трудоустроилось по итогам обучения, я считаю, что это довольно неплохой показатель. Кроме того, конечно, ведется и сопровождение. Ведется сопровождение как от образовательной организации, которая обучает, так и от непосредственно службы занятости. Программа содействия занятости пользуется спросом. В новом году подано уже около 60 заявок на обучение. Пройти его могут люди старше 50 лет, женщины, воспитывающие детей до 7 лет, молодежь до 35 лет. Важный момент. Заявку можно подать лишь один раз, поэтому к выбору профессии подходить все-таки стоит осознанно. Вера Мещерякова, Константин Никитин, репортер 73.